Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале ЧТОКе, меня зовут Елена, и я сегодня в таком странном образе, на мне какая-то пижамная кофта, потому что я дома решила, ну зачем разодеваться, но тем не менее при этой пижамной кофте я с макияжем, потому что планирую еще сегодня выйти в эфир с вами поболтать, надеюсь, мне это получится. У меня какие-то сегодня мега неудачные румяна, я уверена, что об этом еще напишут, скорее не румяна, а хайлайтер. Короче, у меня есть крутая палетка, это так, предыстория, не относящаяся к теме видео, если хотите, на пару минут просто промотайте вперед. Я купила где-то с полгода назад, наверное, может даже больше, палетку хайлайтеров от Sleek, я их вообще обожаю, вот эти вот четверки хайлайтеров Sleek, и я купила какую-то там, наверное, она была приурочена к 14 февраля прошлого года, она там вся в сердечках, и там все розовые хайлайтеры. Но я ее покупала с целью использовать как тени, потому что как хайлайтер они очень яркие, там один цвет, есть такой самый-самый приглушенный розовый, такой, знаете, прям совсем нюдово-розовый, а все остальные достаточно ярко-розовые. И, в общем, сегодня что-то меня сподвигло, я решила, раз у меня такой вот сегодня розовый макияж, кстати, тенями от Бернович, пигментами, и розовая помада, я думаю, дай-ка я сделаю себе, попробую этот розовый хайлайтер. И, в общем, сделала. Посмотрите, как он ложится, когда его смотришь на свет, он вроде как, ну, сверкает, но когда он оказывается в тени, он выглядит просто как два розовых пятна, потому что он очень пигментированный, прям сильно пигментированный розовый. Поэтому, вот я его не использовала как хайлайтер и не буду, буду использовать всегда как тени, короче, как тени просто шикарно, ложится такие яркие, сияющие розовые тени. Но как хайлайтер, как видите, это была неудачная затея, поэтому это не румяна, это вот именно вот этот розовый хайлайтер. Ладно, это никак не относится к теме нашего сегодняшнего видео. Я, на самом деле, когда готовилась снимать это видео, я созревала очень долго к съемке этого видео, потому что оно, сразу предупреждаю, будет длинное, оно будет очень подробное, знаете, такое не из приятных видео, копания там в белье и так далее. Поэтому, если вы не любите разговорные видео и не любите вот эту мою манеру, как мне обычно пишут, ты можешь как-то побыстрее там по существу говорить, не растягивать? Нет, я не могу, я люблю все в подробностях, все с доказательствами, там, знаете, разложить по полочкам. Я так привыкла, да. Поэтому, если вы не любите, когда вот долго вам что-то монотонно рассказывают, можете сразу пролистать. Я постараюсь сделать, если не забуду, внизу тайм-коды, чтобы вы знали, где видео начинается и так далее. Вот, если забуду, то вот с этой минуты начинается как раз наша с вами тема этого видео. Повторюсь, что я когда начала снимать, у меня было такое немного грустное настроение, потому что тема не из приятных для меня. Это тема, которая очень сильно ударила по моей репутации, по моему каналу, что уж сказать, по моему самолюбию. Но, хоть тема такая достаточно для меня животрепещущая, но я решила все-таки, знаете, рассказать это и быть в этом видео на позитиве. Потому что, знаете, это была такая ситуация, сейчас мы с вами начнем ее разбирать, первая в моей жизни, связанная с парфюмерией, которая довела меня, ну, прям до истерики, до слез. Была ситуация, помните, с магазином Инитио, когда тоже я очень эмоционировала, была ситуация с Бракар, когда мне было очень обидно, была ситуация недавняя с Хаяти, где тоже там, ну, прям реально до слез было обидно, и, ну, там как-то, знаете, как-то так все погрустило день-два и отпустило. Здесь же была такая ситуация, знаете, когда я полностью ощущала себя невиноватой, но меня при этом обвинили, и это настолько было обидно, что я не могла успокоиться неделю. Я неделю, чуть ли не каждый день, вспоминаю эту ситуацию, эту, у меня наворачивали слезы. В первый день я реально прорыдалась, в первый день это было вообще просто очень-очень печально. И давайте начнем, о чем, собственно, речь пойдет о вот этом многострадальном флаконе аромата Байреда. Я вам еще не раз его за сегодня покажу, называется он Flower Head. Я начну из очень-очень дальней, из очень далека, из далека повествования, потому что, опять же, я предупредила, видео будет болтательное, видео будет длинное, разговорное. Откуда взялся этот флакон, да? У меня вообще ароматов Байреда было достаточно, у меня был аромат Seven Whales, а в свое время еще некоторые, но они в основном как-то у меня долго не задерживались, были, знаете, так пролетом. И я в итоге поняла, что Байреда, конечно, это не совсем моя марка, и как-то вот ни один из ароматов мне не захотелось у себя в коллекции надолго оставлять. И в свете своей последней вот этой огромной новогодней распродажи, когда я распродала 40 флаконов из своей коллекции, вот этот флакон, к слову, последний Байреда, который у меня остался в коллекции, этот Flower Head, я решила выставить на продажу. Достался он мне от моей подруги Екатерины, которая живет в Питере, она занимается распивами, она очень опытный уже человек в покупке парфюмерии, она очень следит за тем, чтобы не нарваться на подделку. В то же время она приобрела этот флакон у человека, которому можно доверять, у которого продаются оригиналы, и как бы никакого никогда сомнения там в подлинности не было ни у нее, ни у меня. Я абсолютно ей доверяю в этом плане на 100%, и я даже вообще без всяких там мыслей купила у нее этот флакон еще, по-моему, весной или летом. Он ко мне приехал, приехал в небольшом остатке, но здесь, конечно, остаток сейчас еще меньше, потому что я его очень хорошо поносила. Наверное, от нее я получила его, ну, где-то вот столько в нем было, ну, может, миллилитров на 5-7-10 больше, вот. Я его хорошо носила весной и летом, я его, ну, он мне, знаете, немножко поднадоел, потому что, да, все мои, в принципе, вот эти распродажи, они сподвигнуты либо желанием купить что-то новое, я коплю на какой-то новый аромат, да, либо просто ароматы, которыми я вдоволь попользовалась, и они просто, ну, стали для меня скучными. И вот он попал под этот, под раздачу, и изначально я его, вот этот остаток, выставила чуть ли не за 2 тысячи рублей. Но здесь, откровенно говоря, наверное, миллилитров 20 было, потому что, во-первых, после моей вот этой всей истории, случившейся, здесь еще уменьшилось, потому что я многим людям давала его потестировать, сама его там тестировала потом, ну, сейчас мы к этому придем. Ну, наверное, миллика в 20 там оставалась, я его выставила почти за 2 тысячи. В первой, скажем так, волне распродажи его никто не забрал, и он у меня остался стоять. Я сначала подумала, ну, ладно, оставлю себе, а потом решила в один день сделать небольшие скидки. И в итоге выставила его за 1500, за вот этот вот остаток. И буквально только я поставила его на распродажу, мне написала девушка о том, что, вот, здравствуйте, я здесь приложу без имен, конечно же, без всяких там личных данных, я это все замажу. Я здесь сейчас приложу скрин о том, как она его купила у меня, да, то есть девушка написала, здравствуйте, возьму аромат, если его еще не забрали. Я ей написала, да, конечно, забирайте, и тут же скинула номер карты. То есть девушка не попросила изначально ни фотографию остатка, ни фотографию дна. Для меня это показалось странным, потому что, ну, практически, либо покупатели, которые у меня уже не один раз берут, там уже есть постоянные, которые уже раз там по 5-10 у меня покупали, они, естественно, не просят там никакие подтверждения бачкодов, там, донышки и так далее. Но в основном новые покупатели, которые приходят, они всегда просят, либо сделайте фото остатка, либо сделайте фото донышка, есть ли у вас коробка, ну, в общем, вот эти стандартные вопросы. Здесь же человек, как бы, такие ситуации тоже случаются, это как бы, ну, бывает, да, что человек написал, здравствуйте, покупаю, да, и тут же оплачивает, и все, но они все-таки встречаются реже, да, чем все-таки человек отдает свои деньги, и это логично, когда он просит какое-то хоть минимальное подтверждение, хотя бы остатка, то есть, чтобы вы понимали, фотография флакона была вот так сделана, и, как вы видите, ну, здесь не видно из-за этикетки, какой здесь вообще остаток в этом флаконе, то есть, человек даже не попросил, сфотографируйте, допустим, с другой стороны, чтобы я посмотрела хотя бы остаток. Но, честно сказать, меня это на тот момент как-то не остановило, потому что, когда она мне написала, я была чем-то занята, я там паковала посылки, оформляла их, и это все как-то, знаете, прошло между прочим, то есть, не было такого, что меня это как-то озадачило на тот момент, я думала, ну, хочет человек, тем более сумма такая, ну, согласитесь, там, занишиваю аромат полторы тысячи, я бы, наверное, если бы даже не знала аромата вслепую, для меня это не такая огромная сумма, чтобы заказать аромат даже вслепую и купить его, да, сразу же. Поэтому она сразу попросила номер карты, я ей скинула, буквально в течение пяти минут она мне оплатила аромат и доставку, и в этот же день я как раз сидела, паковала посылки, я сразу взяла флакон, и в этот же день, в эту же минуту я его запаковала и унесла на почту, в этот же день ей отправила. В общем, все было хорошо, я уже как бы и забыла этот, ну, вообще, я, ну, как бы, понятно, что я в день там отправляла по 10-15 посылок, и я не могу помнить всех, кому я что-то отправила, да. И, в общем, прошло уже время, девушка эта живет достаточно далеко, где-то вот у меня, даже сейчас смотрю, где-то в районе Благовещенска, короче, то есть это Дальний Восток, и это понятно, что посылка шла туда очень-очень долго, наверное, порядка недели, может быть, даже дней 10. И, в общем, в одно из утра я собираюсь такая спокойно на работу, это было, ну, там, второе, не утро, наверное, уже где-то ближе к 12 часам, но это не важно, конечно же, я собираюсь на работу, у меня в тот день еще была работа не с утра, собираюсь, крашусь, и тут мне приходит такое сообщение, опять же, я вот здесь скрины все прикладывать буду с вопросом о том, где я приобрела этот флакон. Я без тени сомнения просто ей отвечаю, что я приобрела его у подруги, которой я доверяю, подруга его приобрела тоже в надежном месте, как бы, да, на что мне эта девушка отвечает, вот здесь будет скрин, извините, но это подделка, у меня было 5 флаконов Байреда, и как отличить оригинал от хорошей подделки, знаю, неприятная ситуация, могу чуть позже скинуть фото своего флакона или же закинуть в тему на фрагрантики, но насчет флакона я уверена 100%. И знаете, у меня такая сейчас, ну, сразу всплывает мысль, типа, чё? Ну, то есть, да, человек пишет, у меня, как бы, есть 5 флаконов, и я уверена, ну, у меня в коллекции было на пике, как бы, моей коллекционной, коллекционного помешательства 350 флаконов, сейчас их 200, и что теперь, и что я могу теперь утверждать, что я разбираюсь в подделках всех марок, да, вот у меня 22 флакона Мансера, и что я должна всем теперь говорить? У меня 22 флакона Мансера, я 100% знаю, как выглядят подделки, и 100% могу отличить любую Мансера, там, не знаю, или Монталь, подделку от оригинала, нет, я не могу так утверждать, потому что, ну, я думаю, вы это сами прекрасно понимаете, разные издания, разные, там, наклейки, гравировки, донышки и так далее, тем более, ну, это невозможно. И вот это утверждение, типа, у меня было, у меня 5 флаконов Байреда, поэтому я точно знаю, что ваша подделка, у меня тоже было 5 флаконов Байреда в своё время, через мои руки их прошло очень-очень много, и у меня была когда-то в остатке и библиотека, которую, кстати, очень жалею, что я её продала, потому что я её до сих пор хочу, у меня, опять же говорю, был и Seven Whales, у меня когда-то ещё вообще на заре моего парфманиачества был Маджавый Гост, вот этот Флауэр Хэт, у меня когда-то давно был, господи, Джипси Уотер, в общем, а, Балдафрик, который у меня был в махоньком остатке, но я, кстати, его тоже хотела бы иметь у себя в коллекции, даже когда у меня ещё канала не было, у меня уже тогда были в остаточках какие-то ароматы Байреда, вот, и то есть говорить мне, типа, что у меня было, у меня 5 флаконов Байреда, я могу отличить, но это на самом деле мне показалось настолько глупым утверждением, типа, что... В общем, я ответила этой девушке, вот здесь вы увидите это сообщение, я ей написала, к сожалению, не могу с вами согласиться, опираясь только на ваши слова, потому что я всегда проверяю флаконы, когда получаю, и задаю вопросы в беседах о них. Действительно, так очень часто происходило в прошлом, когда я покупала себе флаконы, если у меня были какие-то сомнения, я всегда фотографировала его и выставляла, есть очень много популярных групп, они прямо так и называются, подделки Байреда, та же тема на фрагрантике, есть отличная тема в пар в посиделках, знаменитый, да, ресурс пар в посиделках, если у вас есть туда доступ, там есть такой раздел как вопрошайка, вы можете туда поместить фото своего флакона, и люди, разбирающиеся, в том числе администраторы, часто присоединяются тоже к этой дискуссии и решают, как бы флакон оригинал или нет, то есть масса есть способов, да, у людей об этом спросить. И часто, действительно, раньше, пока я не научилась более-менее сама разбираться, я скидывала вот в эти вот всякие тематические группы и спрашивала о том, что, скажите, оригинал или нет, и я была всегда уверена, как бы, в своих флаконах, да, тем более, как бы, ну, у меня не было никогда мысли подумать что-то на этот флакон, я знаю признаки подделок Байреда, я их держала лично в руках очень-очень много и была уверена в своей правоте на 100%. Девушка мне ответила на этот счет, ну, понятно. Я думала, что, как бы, ну, она предприняла попытку, может быть, вернуть деньги, может быть, я подумала, это какой-то развод, и какое-то время не стало ей больше ничего отвечать, потом я такая подумала, ну, нет, надо как-то аргументировать свою точку зрения, а то, ну, человек реально, может быть, она там, не знаю, что-то про себя подумает, что я какой-то там, этот, мошенник, да. Я ей написала еще один развернутый ответ, вот здесь прикреплю, я ей написала. Я спросила у подруги еще раз, она 100% уверена во флаконе, я же не говорю, что отказываюсь от ответственности, если это действительно подделка. Обратитесь в несколько групп, не только на фрагу, попросите объяснить, что не так с флаконом, что именно говорит о том, что это подделка. Предоставьте доказательства, и тогда поговорим. А сказать, что у вас было много флаконов, и поэтому мой подделка, это так себе доказательство. У меня тоже было очень много флаконов Байреда в коллекции, и что? Сказать это одно, предоставьте доказательства. Вот что я и написала. И, короче, в этот же момент самый я писала своей как раз подруге Кате в Питер, она сказала, что она 100% уверена во флаконе, что это оригинал, что он был куплен у надежных людей, и она сама же предложила, говорит, скажи этой девушке, покупательнице, пусть она выложит в какой-то ресурс, ну, проверенный там, на фрагрантику на ту же, или в пару в посиделке, и спросит, и ей там как бы ответят. Ну, адекватные, нормальные люди, да. На это мое сообщение. Мне эта девушка скидывает просто фотографии моего флакона. Донышко, причем фотографии вообще жуткого качества. Я вам просто сейчас для примера вот здесь прикреплю те фотографии, которые она сделала для того, чтобы определить подлинность флакона. То есть они засвеченные, размытые, на них нифига вообще не понятно. В общем, она мне скидывает эти фотографии. И дальше происходит вообще просто очень-очень странная ситуация. Мне параллельно с ее сообщениями приходит в личку сообщение от Карины Цакоевой. Мы с ней общаемся, как бы, да, вот, часто переписываемся, и приходит мне от нее сообщение такого содержания. Я тоже здесь его опубликую. Карина пишет о том, что девушка в чате, в телеграм-канале, у Карины есть свой телеграм-канал, где люди, как бы, интересующиеся парфюмерией, переписываются, и она там тоже участвует в этих переписках. И Карина пишет о том, что в чате, в телеграм-канале вот эта девушка выложила мой флакон и утверждает, что я ей продала подделку. И Карина, как бы, пишет, что, ну, как бы, с намеком, чтобы я, видимо, заразобралась, не знаю, или как-то решила этот вопрос. Вот, в итоге я, Карина мне скидывает скрин поста этой девушки, которая написала ей в телеграм-канал, ну, то есть в телеграм-канал, где сидит уже там 350 или даже больше участников, она скинула фотографию с таким текстом. Я вам сейчас его зачитаю, и чтобы не быть голословной, я вот сюда прикрепляю скрин того поста, то есть я его не видела, потому что я не состояла на тот момент в этом телеграм-канале у Карины, но Карина мне заскринила ее пост, и я его вот прикладываю. Что пишет эта девушка? «Приобрела тут остаток у Лены Читоки и пренеприятнейше удивлена. Паль, как она есть. Продавец на встречу не идет и с моими доводами не согласен. Поаккуратнее с покупками с рук. Тут и я виновата, так как не подумала, что блогер продает подделку в остатке». То есть, понимаете, здесь у меня просто... Я когда это прочитала, я тут же начала рыдать, понимаете, потому что я не иду на контакт. Вот это сообщение, что вы видели, длинное, про то, что я объяснила, предоставьте доказательства, почему вы считаете, что это подделка. Оно было последнее. И тут же она мне начала присылать фото моего флакона, ничего мне не объяснив. То есть, как бы я ей сказала, предоставьте доказательства, и она тут же пишет в Карину на телеграм-канал, продавец на контакт не идет. На какой контакт я должна была с ней идти? Тут же сразу сказать, «О, да, вы знаете, вы права, я вам сейчас тут же деньги верну, не надо мне ничего доказывать, да и вообще флакончик оставьте себе, я сейчас вам денежку скину». Как? Как я должна была идти на контакт, если я уверена была на 100% в том, что это оригинальный аромат. Я уверена была на 1000%, что это оригинальный флакон. И представляете, эту подставу вообще тройную. Человек соврал и написал о том, что я не иду на контакт, хотя я не пропадала, отвечала ей на все сообщения, спокойно отвечала до того момента, пока она этот пост не выложила. Я с ней общалась, я с ней переписывалась, предложила ей предоставить доказательства, а она пишет, что я с ней не иду на контакт. Во-вторых, она засветила мое имя, то есть эта девушка, если она сомневалась, она могла послушать совета, который я ей сказала, «Вы выложите в паблике в каком-нибудь, и вам помогут». И она могла просто написать о том, что «Ребята, вот купила флакон, посмотрите, пожалуйста, паль или не паль». Но она подала информацию, понимаете, таким способом, что уже по факту, она факт, она как факт поставила то, что это паль. Я купила у блогера Читоки, и эта паль, как она есть, 100%, я уверена, потому что у меня 5 флаконов Байреда. То есть она упомянула мое имя, я никогда в жизни этого не делаю, вы это знаете. Если я выкладываю сюда видео какие-то, вы прекрасно знаете, что имена фигурантов, как и в случае с Хаяти, так и в случае с этой девушкой, я никогда себе не позволю публично человека выставить, да, ну, я не знаю, что, если бы она только, не знаю, там, моего кота отравила, не знаю, или что-то прям такое бы сделала, наверное, я бы публично выставила. Я всегда замазываю все имена, никогда их не разглашаю, никогда не порчу этим человеку жизнь, потому что считаю, что это не та сумма, это не та обида, это не незаконченное разбирательство, чтобы сразу выносить на всеобщее обозрение имя человека, да, то есть она могла как угодно сформулировать, сказать, что вот купила, да, там, помогите разобраться, но поставить это как факт, я купила у блогера Читоки, и это паль, как она есть, понимаете, человек сразу по факту, то есть без вопроса, то есть не было вопроса, типа, ребята, помогите разобраться, паль или не паль, нет, просто по факту, я купила у блогера Читоки, и это паль, как она есть, понимаете, вы понимаете, как я бы не записывала это видео, если бы это всё вот так вот прошло и не возымело никаких последствий, о которых мы с вами сейчас поговорим. В чате сидит 350 человек, возможно, сейчас уже больше. Люди, которые активно там общаются, ну, их там сколько человек? Может быть, 10-20, все остальные это просто там немые читатели, грубо говоря. Вот, и я в этом телеграм-канале не состояла, и как получилось дальше. Когда я начала гневно, я увидела, что Карина мне вот это вот скинула, я этой девушке тут же начала записывать аудиосообщение, уже, знаете, со срывающимся голосом, со слезами просто. Я ей написала, что вы делаете, зачем вы это делаете. Я сейчас даже постараюсь это аудиосообщение найти и вам его поставить, просто, чтобы вы понимали, что как бы я её не оскорбляла, я ей не писала никаких там гадостей, не знаю. Сейчас я найду это аудиосообщение и вам поставлю, что я ей вообще ответила, когда я увидела, что она у Карины вот это вот всё запостила. Вот. Я сейчас жду ответа от девушки, у которой приобретался этот флакон. Она пришлёт мне фотографии этого флакона, потому что я, к сожалению, по своей неосмотрительности его не сфотографировала, перед тем, как вам это слать. Она мне пришлёт эти фотофлаконы, я ещё раз его изучу, перешлю своим друзьям, которые разбираются. И если действительно они подтвердят факт подделки, я без вопросов вам верну деньги. Я просто не понимаю, зачем вы в публичную группу скинули эту информацию с указанием моего имени, что вы у меня приобрели флакон. Наш с вами конфликт как бы ещё не разрешён, да, и я вам не отказалась вернуть деньги, я вас не заблокировала, я вам отвечаю. Но вы просто сделали так, что теперь очень много людей прочитали ваше сообщение и думают, что я продаю налево и направо подделки. Это как-то не очень, знаете, хорошо, потому что я вас не игнорирую, я вам отвечаю и сказала, что мы разберёмся с этой ситуацией. Если это действительно подделка, я вам верну деньги. То есть, понимаете, я изначально ей никогда не говорила о том, что я ей не верну деньги и всё. Я даже в первом своём сообщении сказала, покажите мне доказательства, действительно доказательства того, что это не оригинал, и мы с вами поговорим, разберёмся, я верну вам деньги. Мне никто никаких доказательств не предоставил. Эта девушка начала тут же писать, что отсутствие второго чёрного кольца, фото дна прислала, сейчас дождусь вердикта и пришлю вам. Пока что четыре человека согласны, что это не оригинал, пульвик тоже показательный, ещё многие заметили шрифт. В общем, переубеждать я вас не стану, итоги скину скринами. Ещё мне эта девушка доказывала очень долго, здесь будут скрины, что она всё равно права, что она скинула мой ник и рассказала всем, что это я продала, потому что она всё равно считает, что я продала подделку. И что когда у меня было разбирательство с Хаяти, что я же тоже об этом публично рассказала, но я говорю, различия есть только одно, я об этом рассказала публично, не назвав ни разу имени девушки, ни разу не сказав, у кого я приобрела этот парфюм. И даже если бы это был какой-то знаменитый блогер, я бы тоже, если бы, ну, как сказать, конечно, если бы факт подделки подтвердился, да, я понимаю, если бы она разобралась в этом во всём, да, обратилась куда нужно, там, в какие-то именитые группы или попросила бы помощи у людей, если бы она 100% узнала бы, что да, это подделка, ей бы там сказали бы много человек, тогда она могла бы написать пост, вот я купила у Читоки, аккуратнее она продаёт подделки. Но просто с бухты-барахты вот так вот написать, это сделать фактом, основываясь просто на том, что у неё же есть 5 флаконов Байре, да, это неоспоримый факт того, что мой подделка, понимаете? Ну, в общем, с этого момента начинается самое весёлое. Я решила зайти в Карину на Телеграм-канал, потому что, думаю, ну, раз там идёт какое-то разбирательство, то есть, да, люди начали там активно это всё разбирать, рассматривать мой флакон, думаю, дай-ка я почитаю, посмотрю, что же они там разбирают-то, какие они там мнения выскажут. Я долго искала, не могла найти, как... Ну, это, конечно, я протупила, я не могла найти, как попасть в этот Телеграм-канал, потому что я не там смотрела, я смотрела там у Карины под видео, надо было смотреть в её главном Телеграм-канале, ссылку на вот этот её болтательный канал-чат. В общем, я нашла. И чтобы вы понимали, я захожу только на этот, ну, как бы в этот Телеграм-канал, и первое же сообщение, которое вы... Они же там переписываются, но настройки так выставлены, что я не могу читать сообщения, которые были до моего присутствия. То есть, раньше была такая функция, что можно было прочитывать сообщения, вот ты зашёл, и ты можешь читать весь диалог, который был до тебя. Сейчас я так поняла, что Карина ограничила эту функцию, и ты можешь читать только то, с того момента, как ты зашёл в диалог. То есть, вот я захожу, и все сообщения только с этого момента мне доступны. И я только захожу, представляете, вот высвечивается, типа, пользователь читоки зашёл в чат. И тут же сообщение такое, они там переписываются, между собой, ах, она с... М-ка. Вот, я, по-моему, это заскринила. Если не заскринила, я понимаю, что верить мне на слово никто не станет, но я, по-моему, заскринила. Если да, я найду скрин, прикреплю сюда. То есть, люди начинают меня просто там нецензурной лексикой обсуждать. Ах, она такая, ах, она сякая, ещё и блогер продаёт подделки, паль, начинают там, что это паль, там, и так далее. В общем, и тут одна из девушек такая говорит, ребята, смотрите, вы заметили, что к нам тут кое-кто зашёл? И все раз так сразу, и перестали на меня плохими словами-то ругаться, и даже одна девушка пыталась корректно выйти из этой ситуации и сказала, что Лена, привет, добро пожаловать, давай вместе разбираться в ситуации. Мы тут ничего не имели в виду. Я говорю, а вот эти слова, которые были до этого, это нет, это самое, что у Воду было, больше мы ничего о тебе не говорили, нет. Кто-то ещё попытался отнекаться и сказать, это вообще не про тебя было, это вообще не про тебя было. То есть, понимаете, диалог идёт обо мне, там, ах, она С и Б, и, короче, продаёт подделки, и это не про тебя было, нет. Вот. Ну, не в этом дело, ладно, окей. Я говорю, хорошо, давайте разбираться. В общем, там была очень большая вот эта тягомотина, люди начали выкладывать фотки своих флаконов разных лет, свои там скрины, фотографии и так далее. И оказалось, что лагерь разделился как бы на две половины были те, что утверждали, что да, это похоже на подделку, но были люди, которые говорили, что нет, ребят, я не вижу здесь никаких признаков подделки. Это просто старый флакон старого издания Байреда, и он абсолютно оригинальный. Давайте я вам сначала покажу флакон. И здесь обязательно прикреплю фотографии. Я делала очень подробные потом фотографии флакона, но вы понимаете, что на тот момент у меня его не было. То есть на руках у меня флакона нет. Девушка присылает фотографии абсолютно непотребного качества. То есть я даже не могу взять и выложить эти фотографии в какие-то группы, потому что по ним ничего просто непонятно. По тем фотографиям, которые она сама сделала. В общем, посмотрите, вот так выглядит. Это старое издание Байреда. Я не знаю, сколько ему лет. Здесь абсолютно все нормально. И со шрифтом. Здесь обычно по цифркам определяют шрифт. Да, не такой, как на современных флаконах, потому что это старое издание. И с бачкодом. И вот этот пресловутый огонечек, который у подделок всегда очень топорно сделан. Он здесь сделан идеально. Придирка была к тому, что не хватает там одной черной резиночки. Но выяснилось потом, это уже забегая вперед, очень много людей в пар в посиделках выложили свои флаконы, в которые тоже очень старого издания. И в них нет этой второй резиночки. И люди даже там с негодованием писали, что типа я этот флакон Байреда купила еще когда Байреда в России не знали. А теперь я вдруг его захочу продать, а мне начнут предъявлять, что это не оригинал, потому что там резиночки нет. Типа, в общем, они начали сравнивать. В общем, у Карины в телеграм-канале они тоже разбились на два лагеря. Кто-то говорил, что да, похоже на подделку, кто-то говорил, что это оригинал. Но даже там этой девочке предлагали, типа, давай ты оставишь его себе, как бы нет никаких признаков подделки. Но она была решительно настроена, ей нужно было забрать у меня за него деньги. То есть любыми путями. Люди, естественно, начали давить. Я себя сейчас очень сильно за это ругаю. Я ругаю, что я повелась на вот эту провокацию, что я вообще стала возвращать деньги, потому что я была на 100% уверена в этом флаконе. И повелась. Ну, просто люди начали давить там, говорить, что он подделка, ты чё не видела, что это подделка, ты чё не разбираешься? Начали там... И эта девушка мне писала, я была так удивлена, что парфюмерный блогер такая фу-фу-фу не может разобраться в подделке Байреда. То есть вот это вот всё моральное давление, когда на меня начали говорить, что ты чё не разбираешься? Я себе как бы, да, в душе знаю, что это не подделка, что я разбираюсь, но люди начали вот этой там массовостью, особенно несколько личностей, которые в этом телеграм-канале сидят, они начали мне писать, что типа да ты чё, да это подделка. И в общем я ей вернула деньги. Я написала, напишите мне номер карты. Мало того, что я ей вернула деньги, я вернула ей полторы тысячи за флакон и ещё 300 рублей сверху за то, чтобы она мне его отправила обратно, потому что дарить я ей как бы его не собираюсь, да. И я хотела разобраться в этой ситуации. Тут мне моя подруга сказала, вдруг она тебе вышлет что-то другое, ну не твой флакон. Мы стали искать, ну я же как бы человек доверчивый и, ну, доверяющий людям, да. И я, естественно, перед отправкой не фотографировала его, никак себе ничего не оставила, никаких ни фотографий, ни бачкода, вообще ничего. И я думаю, ну я ведь не знаю даже бачкода этого флакона, как я могу увериться в том, что это действительно мой флакон ко мне приедет. И моя подруга нашла ту девушку, у которой она покупала этот флакон изначально. Девушка эта никуда не прячется, она пошла на контакт. Она еще раз подтвердила, что флакон оригинальный из ее личной коллекции, что да, он старый. Она, моя подруга, нашла фотографии донышка этого флакона, изначально, которые как бы она сама же и делала. И мне прислала, чтобы когда флакон приедет ко мне, я сразу определилась с тем, мой это флакон или нет. Ну, в общем, все продолжилось дальше. Пока ехал ко мне флакон. Вот эти шакального качества фотографии этой девушки, мне же не терпелось, я же все равно хотела справедливости, да. Я начала выкладывать их по разным группам с просьбой, чтобы мне помогли разобраться. И набрела как раз на группу подделки Байреда. Выложила там фотографии и предысторию, что так и так купила у меня девушка флакон, потом выложила это в публичный доступ, сказала, что я продала подделку, и моя репутация из-за этого пострадала. Сейчас мы еще дойдем до того, как же она пострадала. Вот. И там нашелся пользователь, который начал мне писать в личку о том, что флакон, ну, очень плохие фотографии, непонятно, но она склоняется к тому, что это оригинал. И она мне как раз предложила выложить эту фотографию в пар в посиделках в рубрике «Вопрошайка». И что там администраторы помогут тоже посмотреть и разобраться. И что там много опытных людей, коллекционеров, и вообще много людей, у которых флаконы, оригинальных много флаконов Байреда, и что там точно решат, оригинал это или нет, потому что в «Вопрошайке» обычно они всегда решают такие вопросы. И, в общем, мы начали все, сели ждунами и начали ждать, когда ко мне приедет этот флакон. Но пока он ко мне ехал, тут началось самое интересное. Ко мне начали приходить в личку и на канал люди, которые меня начали обвинять в том, что я налево и направо продаю подделки. Вот они, те последствия, о которых мы с вами, собственно, и говорили. Конечно, это не стоит, как говорится, и к бабке ходить, чтобы знать, что эти люди пришли из этого телеграм-канала, потому что об этой ситуации, кроме как там, больше никто не знал. И начали оттуда приходить люди на мой канал и писать мне комментарии под каждым видео. Была одна женщина, девушка, не знаю, бабушка, кто это была. Она под каждым моим видео писала комментарии по типу «Ты подельщица! Ты подельщица-торговка! Ты продаешь поддельные духи! Не смотрите ее, не читайте ее, не покупайте у нее ничего! Она подделки продает!» Я ее блокировала, кстати, не единожды и подозреваю, что она писала потом с разных аккаунтов, может быть, это были разные люди. И в личку мне писали. То есть вы понимаете, что из этих 350 людей, сколько людей неадекватных, которые могли у себя в уме отложить, что «А, Читоки продают подделки!» Они даже могли не вникать в этот разбор, даже не читать ничего дальше. Они увидели пост этой девахи, которая написала, что «Я купила у Читоки флакон, и эта боль, как она есть!» И, короче, они могли просто прочитать этот пост и дальше даже ничего не читать. И я уже сказала своей подруге, что если хоть у одного человека в голове отложилось то, что я продаю подделки, это уже потеря моего... для моего канала это уже потеря моего достоинства, можно так сказать. И, в общем, мне начали сыпаться на канал. Я стала блокировать этих ненормальных людей, которые начали мне писать. Я поищу, я не все скринила, к сожалению, я просто их блокировала. Когда пользователя блокируют, что комментарии я почистила, а те комментарии, которые написаны были, многие ушли в спам. А те, которые комментарии я почистила, и потом, когда блокируешь этого пользователя, естественно, он больше ничего написать не может, и их, в общем, уже не восстановить. Но некоторые я поскринила. Что-то вот один день мне захотелось их поскринить, а потом заблокировать пользователя. Но я жалею, что я до этого тех пользователей, которые мне тоже еще писали, я их не поскринила. Я поскринила только несколько комментариев. Я их поищу, и здесь вам тоже выложу, что же мне писали под моими видео. Под каждым, блин! Чуть ли вот не под каждым видео. Вот. То есть это уже, я считаю, ущерб для моего канала. Я уверена, что еще найдутся, и спустя время, после этой истории, еще найдутся те уникальные люди, которые все равно будут приходить и говорить, что я продаю подделки. Ну, в общем, суть в чем. Приехал ко мне этот флакон. Вот он, красавчик, да. И я в этот же день, как только я его получила, конечно же, я взяла, отфотографировала, прям во всех подробностях, на хорошую камеру, потому что, ну, фотки у этой девушки были, ну, мягко говоря, не очень. Я пофоткала и дно, и со всех сторон, и крышку внутри, снаружи, и пульвик, и, в общем, все это выложила в пар в посиделках, в вопрошайке. Ребят, за два дня, два дня разбирали этот флакон, туда писала и администрация группы, туда писали и пользователи. Ни одного не было комментария о том, что это подделка. Все единогласно, люди, которые там отписались, ответили, что это оригинал. И присылали фотографии своих флаконов, такого же точного издания, купленных в Европе, даже не в России. И из всей этой беседы, ну, мне предложили администраторы группы, прям там же в беседе, тут будут обязательно пруфы, скины, скрины. Они предложили продать этот флакон в группе, они сказали, что ты его с легкостью продашь у нас теперь в группе, потому что флаконы, которые у нас разбираются в вопрошайке, мы их по косточкам разбираем, и здесь уже не может быть никаких сомнений, что это оригинал, и у тебя его очень быстро купят, потому что флакон разобранный, мы все подтвердили, что это оригинал, но я решила его там не продавать. Сначала, честно сказать, я решила его оставить себе на память, то есть я думаю, ну, такой флакон знаковый, наука мне будет, грубо говоря. Но потом я на одном из стримов еще до Нового года обмолвилась, что у меня вот такая ситуация сложилась, и одна женщина мне написала о том, что она хочет знакомиться с ароматами Байрейда, и что она как бы не сомневается в том, что это оригинал, и попросила меня, как только флакон ко мне приедет, и вот эта ситуация вся разрулится, чтобы я его продала. И как бы я решила, ну, с глаз долой, сердце вон, пусть он идет. Вот, ну, я перед этим его еще раз, на всякий случай, со всех сторон зафоткаю, хотя у меня фотки его уже есть подробнейшие, просто подробнейшие. В общем, как итог, этот флакон оказался оригинальный, и это подтвердило очень большое количество людей в парф-посиделках, я надеюсь, для многих это показательный, и такой ресурс, которому можно доверять, там сидит действительно много с ведущих людей, и даже в группе Байреда подделки, очень многие люди отписались о том, что флакон оригинальный, я здесь обязательно предоставлю доказательства скрины, и кто состоит в парф-посиделках, вы можете спокойно зайти в опрошайку, найти мой флакон, он не так давно, это было меньше месяца назад, найти его и почитать все комментарии, ну, я, конечно, здесь, там их 65, я не буду здесь постить все, я выберу несколько, но из этих 65 вы можете убедиться, что там комментарии все о том, что это, ну, помимо там каких-то вопросов, скидывания фотографий, каких-то переговоров, там все комментарии нацелены на то, что флакон оригинальный, вот, что я вынесла из этой ситуации, то, что первое, первое, надо всегда фотографировать флакон для себя, когда отправляешь человеку, второе, зачем я записываю это видео, за тем, чтобы не поплакаться вам и не рассказать, хотя в какой-то мере, и, конечно же, и оправдаться в том плане, что если кто-то из тех людей, которые прочитали этот пост в Кариненом, вот этом телеграм-канале, если они меня смотрят и до сих пор думают, что я продаю подделки, может быть, вот эти все доказательства, которые сегодня они просмотрят и прочитают, заставят их подумать хотя бы, я не говорю, изменитесь по мне, хотя бы подумать и не делать скоропалительных выводов, это второе, третья моя цель была предостеречь вас и сказать вам о том, что не всегда может быть только продавец мошенником, да, то есть, типа продать подделку или как-то обмануть, кинуть на деньги, что покупатель тоже может быть очень нечестным, я считаю, что это было, я не скажу, что это было какое-то умышленное там мошенничество, нет, это была глупость, с моей стороны, это была просто импульсивная глупость, я не знаю, чем обусловленное, не понимаю до сих пор, но делать такие скороспешные выводы, лить на человека грязь, не доказав ничего, для меня вот обидно было, просто знаете, это как вот в детстве ты знаешь, что кто-то другой сломал эту вещь, да, а обвиняют тебя, и ты плачешь, пытаешься там взрослым доказать, что нет, это не я сделал, это он, а тебе не верят, и вот эта вот обида у меня была такая же точно, то есть, меня обвиняют в том, чего я не делала, я уверена в своем, как бы, товаре, грубо говоря, да, и меня обвиняют в том, в чем я не виновата, причем обвиняют, извините, самыми последними словами, и я сто раз ей сказала, что если вы мне докажете, что это не оригинал, я же не отказываюсь вам вернуть деньги, мне бы было жутко стыдно, я об этом говорила еще в видео про хаять, я бы сгорела со стыда, если бы действительно продала бы, даже по незнанию кому-то подделку, если бы я не разбиралась, продала бы подделку, и мне бы вернули, и доказали бы, что это подделка, я бы сгорела со стыда, я бы извинялась, возвращала деньги, только чтобы меня простили, и вообще это было бы жутким стыдом, я была уверена, но этот человек, она естественно, видимо другого мнения, она не удосужилась, не то чтобы там извиниться, она даже не удосужилась мне на сообщение ответить, я вот здесь прикреплю сообщение, когда вся эта ситуация разрешилась, я отправила ей сообщение в личку, по поводу того, что она меня очень плохо, ну она меня обидела, очень плохо обо мне написала, и что, как бы, это было нехорошо, с ее стороны, и так далее, я, честно сказать, я до последнего, я уже второе видео это говорю, я всегда надеюсь на какую-то честность и благоразумие людей, и до последнего надеюсь, что у человека хотя бы какая-то мысль в голове зародится, хотя бы сказать, да, я поняла, извините, что так вышло, нет, нет, даже после всего, что человек сделал, даже после того, как она меня напоганила, ударила по репутации, после того, как она меня обидела, оболгала, после того, как я переживала целую неделю и целый день прорыдала, после того, как я ей доказательства привела того, что это оригинал, хотя я у нее просила доказательства не оригинальности, но я ей привела доказательства оригинальности, куча людей отписались о том, что это оригинал, я все ей скинула эти скрины, после того, как я написала, вернула ей деньги, после того, как я потратилась еще на пересылку этого аромата мне обратно, и после всего этого человек даже не удосужился просто сказать, извините, это для меня просто дно, извините, пожалуйста, если ты это смотришь, если вы это смотрите, для меня это просто моральное дно, вот без всякого, потому что, я еще раз говорю, если бы я обвинила в чем-то человека, чего он не делал, в чем он не виноват, если бы я его обвинила, а потом бы мне доказали обратно и сказали, что этот человек не виноват, я не знаю, провалилась бы сквозь землю со стыда, вот просто, я бы со слезами, наверное, на глазах извинялась и говорила, прости, пожалуйста, тем более, если это человеку принесло, опять же, какие-то убытки, а я считаю, что в моем случае это действительно убытки, какие-то подписчики, которые от меня отписались из-за вот этой ситуации, прочитав ее в телеграм-канале, какие-то люди, которые не купят у меня духи, которые я, допустим, буду распродаживать, они у меня не купят, потому что они это прочитали, какие-то люди, которые поменяли свое мнение и начали мне гадости писать на канале, для меня это все убытки и моральные убытки, да, и, возможно, в будущем и финансовые, потому что, да, я захочу опять продать какие-то ароматы из своей коллекции, да, а люди будут писать, что нет, у нее не покупай, она же вон подделку Байреда продавала год назад, там, два года назад и так далее. Я не хочу этой славы, я не хочу, чтобы за мной телепался вот этот хвост, и поэтому я сделала все возможное, все возможное, чтобы доказать, что это не подделка. Сколько в групп, сколько людей я встречала и давала им посмотреть флакон, сколько людей слушали этот аромат, сколько людей его трогали, и ни один не сказал, что это подделка. И, кстати, это уже такие недоказанные факты, но все равно, как мне говорили ребята, которые каким-то образом, я не знаю, может быть, общались с этой девушкой или как-то с ней там пересекались, что она еще утверждала, что это мало того, что флакон поддельный, еще и запах не такой. То есть она даже запах посчитала не оригинальным, понимаете? Хотя про запах ни мне, ни в группе, ни в телеграм-канале она ни слова вообще не сказала о том, что у нее какие-то претензии к запаху. Но мне сказали люди, не знаю, правда, неправда, вот сейчас у меня нет доказательств, но мне сказали люди, что у нее еще были претензии к запаху, но эти претензии почему-то она никому не высказала. В общем, ребята, я вам уже и так все тут разжевала. Мне неприятно, конечно, очень сейчас вспоминать эту ситуацию и вообще это все, но я хотела, чтобы вы знали, я хотела, чтобы вы были аккуратны, я хотела, чтобы вы эту ситуацию намотали себе на ус, и если вы вдруг будете продавать какие-то ароматы из своей коллекции, фотографируйте все досконально, присылайте самостоятельно фотографии покупателям, даже если они того не просят. Присылайте фото дна, бачкода, пульвика, крышечки, всего чего угодно, чтобы потом к вам не было претензий, что вы скажете, вы же видели, своими глазами видели, зачем претензии ко мне теперь предъявляете. И будьте осторожны, очень много есть таких нечестных покупателей, которые одним своим скверным вот этим словом могут разрушить репутацию. Я уже не говорю там про начинающих блогеров или начинающих каких-то продавцов там в инстаграме, да. Одно дело плохой отзыв на ютубе, да, написать и сказать, фу, она там такасика, а другое дело выставить это на такую аудиторию парфюмерных любителей, в которой я уверена, что каждый из этих, ну, 350 человек слышал о моем канале. Возможно, я не говорю, что я такая с короной на голове и все меня знают. Нет. Но если это тусовка парфлюбителей, то, скорее всего, они как минимум слышали о существовании такого канала. И я повторю, что если хоть один из этих 350 людей потом пошел и от меня отписался, если хоть один у себя в голове отложил, что я обманщица и продаю какую-то паль, то для меня это уже очень большое потрясение и очень большой убыток. Поэтому спасибо, что вы меня выслушали. Все, ребят, я всем желаю приятных парфюмерных покупок. Я всем желаю хороших покупателей, хороших продавцов. Не попадайтесь, не наступайте на такие же грабли, как и я. Жду ваше мнение в комментариях. Еще раз спасибо вам за просмотр. Всем приятных покупок, всех целую и пока-пока-пока.